Все, из чего состоит он Как объясняют нам прямо открыто Ставы, Пураны, Сандархи, Самхиты Больше еще, чем жена Вечно единственная сладостная Снова я его возлюбленная И хотя предусмотрена в шастрах с нею разлука Их союз, их союз И есть божество было в сердце готово Почувствовать с ними родство Наше родство Шимати Радхарани Это внутренняя энергия Господа Ши Кришны В той или иной форме она всегда находится рядом с Ним Тем не менее, погруженная в настроение Враджа Гопи Она не в силах перенести отсутствие Кришны во Врадже И вот однажды Радхика признала свое поражение от рук судьбы Я буду искать прибежище божества Которому поклоняюсь с самого детства Я выражаю почтение Богу Солнца Который блеском подобен красному цветку О, лучезарно сияющий создатель дня Ты источаешь благодатный свет И поддерживаешь каждого Молю, услышь Радху Исполни желание ее сердца Смотрите, коровы Где-то там должен быть Кришна Чем так потрясены эти коровы? Они даже не ляжут своих телят И почему они отказываются щипать траву? О, Лолита! Похоже, они на пороге смерти Скажи, какое несчастье привело их в такое жалкое состояние? Кришна оставил Врадж Этот царь Камса, злодей, поднял нас саму жизнь Да вопьется безжалостно ему в грудь Черная змея О, бог солнца! Радха почтительно кланяется тебе Если в прошлом я верно служила тебе То, пожалуйста, исполни мое желание Не отвергай свою Радху Полуденное солнце Сверкало в воде А Радхарани Просто глядела в Емуну Сурья-деф Услышал молитвы Радхики И благословил ее Но какое из ее желаний Он исполнит? Ой, Амуна! О, сестра! Ты царский венец династии бога солнца Мы пришли к тебе за известиями О Кришне Победителя демона Мадху О, Сакхи! Твои вечно свежие берега Сплошь покрыты рощами Когда-то в них проходили игры Кришну Вишакха, придумай Как нам удержать нашу Прия-сакхи О, какое же все-таки благословение Пролил Сурья-деф на Радху Когда же он исполнит ее желание? Малита Кришна когда-то носила эту гирлянду Ее аромат вернет нашу прияснение к жизни А стоит ли приводить ее в чувство? В таком состоянии она, по крайней мере, не чувствует боли? Мне приснился гнусный посланник Камсы Ах, кру! Язык не поворачивается, назвать его имя Да пребудет во врат же мир и процветание Чтобы устранить дурные последствия этого кошмара Мне надо омыться в ямуне И затем мы отправимся искать Кришну Полуденное солнце сверкало в воде А Радхани просто глядела в ямуну Ямуна Деви спасает тех, кто прикасается к ней От обители ее брата Ямараджа Пусть эта дочь Сурья Дева всегда очищает меня Она является свидетелем сокровенных игр Шриму Кунды И проявляет их в сердцах тех, кто принимает ее прибежище Пусть ямуна Деви Дочь Сурья Дева всегда очищает меня Пусть ямуна Деви 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 Пусть ямуна Деви 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 Пусть ямуна Деви 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 Пусть ямуна Деви 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 Вдруг среди зарослей лотоса она увидела улыбающийся лик Кришны. Кришна дразнил ее своими красноватыми глазами. Вот он, мой друг, исполненное очарование. Прячется среди голубых лотосов и игриво манит рукой. Давай схватим его. На этот раз он не уйдет. Давай! Радха вошла в воду Емуны прямо в своих украшениях. Вишакха последовала за ней. Емуна Деви своими игривыми волнами, словно руками, поклоняется лотосным стопам Адманабхи. Шри Радха шла с зарослями голубых лотосов в надежде поймать своего возлюбленного. Вода поначалу была ей до колен, потом дошла до бедер, потом до шеи. Принял тугие длинные степли голубых лотосов за руки. Кришне Радха стала запутываться в них, и вода поднялась до ее бровей. Кришна в форме его божественных игр обнял ее. В крепких объятиях Кришны Радхарани рассталась со своей печалью и лишилась чувств. Ишака, дочь моя, Радха больше не увидит Кришну, и потому покидает эту землю. Перенеси же ее безжизненное тело на мою планету, пройдя путь, которым Емуна течет по этой вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok Кришна 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 Сатьябаму, пожалуйста, люби ее и будь ей подругой. Мадави, дар царя Сатраджита застал меня врасплох. О, благородная женщина! Для меня огромная честь иметь такую подругу. Я позабочусь о Сатьябаме. Возвращайся домой. Это плывут два райских лебедя. Царица просто поток сладости. Она прекрасна, как девушке Гокулы. Счастлив царь, которому она принадлежит. Похоже, эта девушка влюблена в Кришну. Мука этой любви усиливает сладость ее красоты. Саки, верь мне. Сердце мое испытывает любовь к тебе. О, царица, это для меня большая честь. Царица, отец отправил меня так неожиданно, что я, естественно, чувствую себя неловко. Не волнуйся, дорогая. Я сама лично передам тебя в руки царя. О, царица, если ты в самом деле желаешь мне добра, пожалуйста, даже не говори подобных вещей. О, царица, я ищу в тебе прибежище. Дай мне возможность жить там, где не произносится ни одно мужское имя. Нова Бринда, Нова Бринда, вот моя сестра Сатьябама. Она ищет уединение, пожалуйста, помоги устроиться в Нова Бриндаване. Я прошу тебя исполнять все ее желания. О, царица, пожалуйста, вспоминай свою служанку. О, моя госпожа, вы по праву занимаете положение. Исключительного объекта романтической любви царя. Да, царь принадлежит мне безраздельно. День рождения. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эта стройная девушка может и не показываться во дворце Кришна скоро узнает о ней Нуждается лишь мель в специальном объявлении Чтобы узнать о том, что распустился новый лотос Ясно? Нет Своим благоуханием лотос сам возвещает о себе Сатьябама и в самом деле принадлежала Вриндавану Это же была Шимати Радхарани А Вриндаван – проявление ее трансцендентного тела Дочь моя, теперь ты в двороке Ничего не бойся Ты будешь наслаждаться с господином своей жизни Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наш царь самый красивый и могучий мужчина во всех трех мирах По первому твоему слову я расскажу царю, что ты здесь Дважи, если это сделает меня врагом-царицей Бакула, ты хочешь, чтобы огонь моего проклятия не зашел на тебя Царь Двараки может быть красавцем Мне-то что до этого Ты не сможешь отвлечь моего внимания от принца-враджа К чему эти страдания? Когда рука судьбы поместила тебя в объятия счастья Забудь Забудь свою привязанность к принцу-враджа И вручи себя императору Кришна носит головной обор из павлиньих перьев И длинное ожерелье Вот глупая Сакхи Ты просто глупа Оттого и влюбилась в этого жестокосердного Кришну Бакула, прекрати Не мучай девушку Она верна своему возлюбленному Не говори о Кришне плохо, Бакула Но во Вринда, когда я жила в доме своего отца Сатраджита Нарада Муни велел мне поклоняться очень красивому божеству Она так жаждет видеть облик Кришны Бринда, давай отведем ее к сапфировому божеству Которое вырезала Ишвакарма Кришна 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 Поднося ему цветы и благовония, Другие кланяются ему и возносят молитвы, Но в Раджа-Гопи поклоняются ему хитрыми взглядами. О, сияющая личность, Чье присутствие освежает все мое существо, Ты тот самый луналикий друг лотосаоких Гопи. Солнце осветило божество Кришны, Усилив сияние его лица. Он не произносит своих остроумных шуток. Он просто стоит на своем месте Со вскинутыми бровями и игривой улыбкой. Этот царь злодеев только дразнит меня, Своими хитрыми взглядами. Напускная сдержанность Кришны – Это его остроумная шутка для тебя. Ты в ответ можешь дразнить его, Бросая взгляды искоса. А еще можешь высмеять его хитрыми речами. Друг мой, похоже, Ты слишком долго общался С самоцветом каустуха, Твердым, как удар молнии. Твердость каустухи вошла в твое сердце, Сделав тебя безразличным к чужим страданиям. Ты мог бы принести облегчение девушке, А вместо этого обманываешь ее. Но это очень дурно. Гирлянда лесных цветов так легка и нежна. Но Кришна все равно целует эту твердую флейту. Кришну испортило долгое общение С твердыми предметами. Вот почему он такой безразличный. А я украду его флейту. Это всего лишь божество из сапфира. Саки, возьми эту ткань, гирлянду и ароматическое масло. О, приясене, зайди на алтарь, И ты окажешься с Кришной лицом к лицу. Сатьябама, когда ты так близка к своему возлюбленному, Ты становишься еще красивее. Ты, как весна, Которая проявляет всю свою славу, Соединившись с поэзией кукушки. Сатьябама Сатьябама взошла Прямо на алтарь И приблизилась к Божеству Энта близость Ею заставила Заплакать и задражать Но она С таким искусством Украсила Это Божество Что его Очарование Еще больше Возросло Вновь она Одевала Покорного Кришну После блаженных мил После блаженных мил Вновь она Была Была Радикой Царицей Вриндавана Той, кто Властвует Над Кришной Лишь Одной Своей Любовью Лишь Одной Одной Любовью Лишь Любовью Лишь Любовью Любовью Я умастила Тело Кришны Ароматическими Маслами И сандаловой Пастой Смешанной С камфорой Я поместила Ему на бедра Золотую Шелковую Ткань А волосы Павлинье Перо Теперь Пришло Время Украсить Божество Цветами Саки Скорее Бежим Туда Наберем цветов Парникара Чтобы украсить Твоего Любимого Стой здесь Я вернусь Через минуту Усак Ну ты подобен теленку Томимому любовью Ну Ну Вдохни Аромат Цветов Чампака Ах 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 Взгляни 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 На Грациозные Движения Лебедей Лебедей И Пукливых Оленей Оленей Как Прекрасна Ямуна Как Она Друг Мой Где Она Где Она О Гауранге О Моя Золотая Красавица Благоуханные Цветы Которыми Ты Украшала Меня Сейчас Стали Острыми Стрелами В руках Бога Любви Роящиеся Вокруг Этих Цветов Это Армия Бойцов Бога Любви Эти Бойцы Сговариваются Со Стрелами Чтобы Взять Меня В окружение О Све Мати Радарани Если Ты Не защитишь Меня То Какой Будет Моя Этот Очаровательный Юноша Его Красота Пленила Мое Сердце О Это Это Я Это Изящно Украшенное Божество Я Я Как Прекрасен Как Прекрасен Грациозен Пох Похоже Мой Друг Очарованный Красотой Собственного Мурти Испытывает Прилив Необычных Эмоций Его Влечение Собственному Облику Точь Напоминает Чудесное Настроение Одной Из Гопи А Именно Шримати Радхарани Кто Проявляет Такое Обилие Сладости Превосходя Даже Мою Сладость Которая Порождает Во всех Изумлениях Увы Я Сам С умом Испытывающим Замешательство При Виде Такой Красоты Неудержимо Стремлюсь Насладиться Как Шримати Радхарани Друг Мой А Этому Божеству Поклонялась Какая-то Девушка С Великой Любовью Осакх Ты Прав Посмотри На Этот Неровный Чилок Девушка Девушка Наносила Его Ее руки Дрожали Чувств И то, что Расстрескалась Сандаловая Паста Это результат Ее урошение Рекой Слез То, как Девушка Поклонялась Поклонялась Божеству Выдают Необычайную Любовь Скажи мне Кто бы это мог быть? Эти голоса Должны стать Ответом На твой вопрос Я сейчас Встану На место Божества И Испытаю Любовь Этих Девушек А Давай 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 Шаги Шаги Давай 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 Шаги Ох Фух Испытатель Любви Девушек Тихо Ура Сиди И столь привлекательно. Деви, смотри, какой океан красоты излучает это божество. Сердце моё уподобилось слетевшему с дерева листочку, которым играет порывистый ветер. Несчастная, ты заразилась безумием Сатьябамы. И в этом безумии ты тоже думаешь, что божество — это Кришна? Ах, что это? Кто это? Кто эта золотая льяна красоты? Разве это возможно? Неужели это моя Радха? Наверное, это иллюзорная Радха, созданная Вишакармой. Моё стремление к Кришне стало таким сильным, что теперь я вижу его в статуе. О, копия Кришны! Пожалуйста, скажи, счастлив ли мой латасаогий Кришна? О, иллюзорная Радха, созданная магическими чарами! Сейчас Кришна очень счастлив, потому что Он греется в солнечных лучах твоей красоты. О, Нававринда, это невероятно! Божество настолько чудесно создано, что может даже говорить! Я хранительница Нававриндавана. Я прекрасно знаю, что это божество никогда не бросало взглядов искоса и никогда не разговаривало. Но теперь оно говорит. Благоухание этого божества радует меня. Его цвет лечёт мои глаза. Звук голоса звучит в моих ушах счастьем. О, божество Кришны! Жалкая нищенка Радха молит тебя. Делайся, пожалуйста, живым. Дай счастье обездоленной. Как же я не видел эту копию Радхи раньше! О, Вишвакарма, ты сделал меня счастливым! Сначала оно смотрит, потом оно говорит, и, наконец, оно плачет. М-м-м! Это не божество! Сакхи, осуши концом своего сари глаза возлюбленного. Друг мой, очнись! Это так называемое божество испытывает великое счастье от прикосновения с Атьябамой. Как ты считаешь, это нормально для Мурти? О, Сурьеден, о, мой покровитель, слава тебе, Мурти, ожило! отчего эти павлины летят сюда? Похоже, Рукмини с подругами идет к нам. Скорее отнесем отсюда с Атьябаму. Испокойся, Аню, скорее отнесем с Атьябаму. с Атьябаму. Друг мой, ты в самом деле стал как статуя. Куда исчезла эта замечательная фигура, вылепленная вишвакармой? На, Вавринда, можешь принести мне ее обратно? О, Господь! царица Рукмини приближается. Позволь мне уйти. Друг мой, взгляни. это моя царица. О, на Кришне одежда, которую я сама посылала с Атьябаме. мой супруг встретился с ней. Слава моему супругу. Возлюбленная, ох, и повезло же мне, что ты пришла сюда сейчас. Рукмини была ошеломлена необычайной красотой Кришны. Он стоял с павлиним, пером, волоса, в лесных украшениях и источал такую сладость, какую царица Рукмини до того не видела. Но сердце ее, укушенное змеей ревнивого гнева, не обретало счастья в этой сладости. О, Господь, ты очень удачлив, ты дрожишь от счастья. Могло ли вызвать в тебе такое блаженство что-либо, кроме новой возлюбленной. Возлюбленная, ты, наверное, хотела сказать старой возлюбленной. О, почтенный мой супруг, что ты имеешь в виду под словами старая возлюбленная? О, царица, под своей старой возлюбленной я подразумеваю нава в риндаван со всеми лозами, цветами, павлиньими перьями и больше никого. Никого, 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 никого. твой супруг говорит правду. Наверняка это дерево желаний преподнесло ему такую прекрасную цветочную гирлянду. Мадгавир, зачем ты возводишь на меня ложные обвинения и рождаешь подозрительность моей царицы? Ясно, что только искусство Мадхумангалы смогло создать такую гирлянду. Верно, верно. О, действительно, о царь искусных браманов, разумеется, эта ткань тоже является продуктом твоего искусства. Возможно, ткань могла быть взята из гардюра гурокминия. Царица, эту ткань мне дала царица леса. А, богиня, это была богиня. Кришна! О, мой благородный супруг, все было так, как ты говоришь. О, возлюбленная, ты просто затопила меня нектаром, выкрикнул. Кришна! Что проку теперь в этой колодезной воде слов благородный супруг? О, благородный супруг, наслаждайся столь дорогими твоему сердцу лилами, а я возвращаюсь во дворец. лилами, 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 друг мой, несчастье, царица в гневе. Да нет, по-моему, она и вовсе не разгневана. умная женщина прячет свой гнев под покровом улыбки нежного голоса, но горячее дыхание выдает ее сердце. Похоже, этот мираж Радхи пропал. Первая встреча Кришны и Сатьябавы привела их обоих в завершательство. Это было влияние их обоюдной божественной любви. Встреча Кришны и Сатьябавы сотворила дерево желания. И блаженства их красота была стволом, а чувства их юные нежные были побегами, их слезы жемчужные меда. на тонких ветвях распевали кукушки и сладких речей. И хотя корни этого дерева крепко за землю держались, все ж оно, все ж оно, дрожало от множества птиц, что укрылись его в листве звонких игр божественной четыре. велики. Велики Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok